В редакцию «Сязь ТВ» позвонил один из жителей нашего города и в своем обращении он жаловался на отсутствие освещения в ночное и вечернее время и просил разобраться с этим вопросом. Темнота, мне кажется, что, наверное, как вот наступила, наверное, вот, да, сентябрь. Вообще фонари не работали. Вообще не работали, вообще. Мы еще даже 9 как-то вечером шли, говорю, что хоть не включают-то. Я вот как-то раз проезжала на машине с сыном, там фонари горят в сосновом вору. А здесь вот темнота. А у нас, слава тебе, Господи, на строителе горят, да, горят фонарики. На Пермайке не знаю. Вчера не горели и позавчера у нас не горели. А это где? Это на космонавтах. И давно такая проблема у вас? Я заметила вчера только. Вчера заметила. А до этого было? Да, было, было. А вы ходили вечером, когда темно, через НККП и до новой деревни? Там фонарей нету, там собираются подростки, пьют, курят и так далее. Ну, как бы, если что-то случится, то там даже освещения нету и домов нету. И, как бы, письма хоть пишутся в администрацию, но ничего не решается. Вы прогуляйтесь, посмотрите, там ни одного фонаря нету. Идешь минут 10 без света. Просто в кромешной темноте, через, грубо говоря, непонятные поля и заброшенные здания, где собирается молодежь в такое время. Горят, но только у нас стоят деревья в старом районе, у нас ничего не видно. Все деревья, у нас ничего не видно абсолютно. Поэтому не могу сказать. Но горят. Вечером не ходила сейчас еще. Три раза давали заявку на Петрозаводской, 5, 37, 36. Нету, да, освещение. Очень беспокоит, потому что дети гуляют, а уже становится темно. Даже уже к 8 вечера уже темнеет. Тоже, конечно, беспокоит очень. Надеемся, что как-то решат в скором времени данную проблему. Сейчас темнеет рано. Мы ходим с детками гулять, и парк, допустим, уже плохо освещен. По парку уже не погуляешь. На нашей улице, я живу на 1 мая, тоже были проблемы, но сейчас вроде как все сделали. Ну, я считаю, что не очень хорошо освещено. В частности, моя площадка, где я живу, Костанавтов 1, света нету, и порой неудобно ходить, и темно, и страшно. У Домбыта сквер тоже проходит очень много народу, и не всегда горит свет. А так, центр, считаю, что хорошо освещен, а вот такие вот микрорайоны надо бы осветить. По жалобам горожан мы обратились в городскую администрацию, на что получили следующие ответы. На протяжении нескольких дней на улицах города наблюдаются перебои с работой уличного освещения. В частности, на улице Космодавтов в рамках работ по благоустройству проводится замена столбов уличного освещения. По информации подрядной организации, опоры уличного освещения заказаны. Их поставка ожидается к концу октября. На улице Петрозаводская начались работы по восстановлению уличного освещения возле домов номер 5, 35, 36 и 32. Здесь произошло аварийное замыкание. До 21 сентября работам препятствовали погодные условия. А в настоящее время проведение работ над трансформаторной подстанцией восстановлено. На остальных же улицах города ведутся плановые работы по замене ламп, автоматов и других комплектующих. Продолжение следует...